к вашему вниманию видео обзор внешнего фильтра джеба модель 825 от интернет-магазина данью комью давайте вскроем смотрим что внутри как правило слегка загнутая инструкция всегда бывает изложена на русском языке что удобно сразу схема расписаны составляющие по пунктам перечислены фильтры фильтрационные материалы единственное что указаны некоторые лишние фильтрующие материалы которых в данной комплектации да и в вернее модели да и модели 828 875 я не встречал такие как наполнитель для фильтра сферический наполнитель для фильтра биофильтра кубический таких не встречал пока что шланги которые комплектуются к внешнему фильтру откачивающий 12 16 миллиметров нагнетающий 16 22 внутренний к внешнему соответственно далее достанем сам внешний фильтр в возрасте и может подтекать для того чтобы не попасть врасплох до того как приобрести запасную прокладку на обрамление главной части внешнего фильтра то есть будет хотя бы некоторая страховка по поводу того что вода не попадет ни в тумбу не на пол не испортит кому-то ламинат либо что то еще итак откроем посмотрим что у нас внутри ну по качеству исполнения конечно пластик ясное дело недорогой как полагается китайской техники но тем не менее то есть при желании есть доступ к ротору можно промыть крыльчатку прочистить это заиливание и вставить все обратно далее 825 модель имеет три фильтрационных отсека каждый из фильтрационных отсеков с резиненным кольцом на ходе это верхняя сеточка вот такая символическая ручка более того по крайней мере пока новый то однозначно все три контейнера за счет этой прорезиненной прокладочки можно доставать три одновременно конечно не сильно существенно но тем не менее укомплектована как я и сказал не встречается тут не свирические не кубические фильтрующие материалы здесь просто губка просто синтепон следующем контейнере мы можем видеть один синтепон а нет извините еще керамические кольца это для по моему средней степени очистки не называются в инструкции в низшем отсеке у нас опять-таки синтепон и запечатанный активированный уголь на мой взгляд эквивалентный 300 граммовой пачки это не то есть если будете покупать на замену активированный уголь стоит заметить что следует заменять активированный уголь по прошествии от месяца до полтора в среднем в зависимости от скорости можно сказать образно качественности жизнедеятельности вашего аквариума то есть население как проходит процесс и все в порядке перед ну может вас перенаселен аквариум слегка желательно тогда его менять раз в месяц ну вообще лучше всего конечно опираться на собственный опыт и просто сделав выводы после трех-четырех подмен определиться для себя как часто его можно заменить собирая внешний фильтр обратно после того как вы промыли я рекомендую промывать в слитой воде при замене воды то есть выслили воду ведра достали отсеки аккуратно там синтепон мочалку поочередно промыли в этой слитой воде сложили обратно вставили все желательно так рассчитать чтобы ваша подмена воды первая часть пошла на промывку а вторая часть пошла на то чтобы залить его внешний фильтр таким образом мы не спровоцируем никаких биологических дискомфортов для аквариума то есть у вас не будет безжелательных там скачков в биологии аквариума и ну собственно протекание всех биологических процессов то есть аквариум буквально не заметит что что-то произошло если же промыть их водопроводной воде как которая как правило с частичным своим своим составе частично содержит хлорку то как бы ну результаты будут немножко другие рекомендую не прибегать к промыванию с под водой с под кран при закрывании головы внешнего фильтра как в остальных моделях не приходится высматривать есть ли перекос потому что она просто надевается на корпус ее даже не нужно придавливать она буквально просто фиксируется рукоятками рукоятки уже немного зажимают ее на корпусе то есть достаточно упрощенно этот момент не уделили они особого внимания там дополнительными фиксаторами то есть просто две ручки просто вот прокладка вжимается в ребро самого стакана фильтрующими контейнерами на этом как бы уже собрали внешний фильтр то есть остается просто на штуцера под шланги сами шланги и уже заводите в аквариум и так перейдем к шлангам и к самим штуцерам как я уже говорил шланги идут 12 16 и 16 22 не буду распечатывать но насадки вот тоже как бы все как-то по спартански просто и исполнение простое материалы недорогие бюджетный внешний фильтр одним словом заборная сетка пластиковая с креплением на трубку выхода воды конечно же тут никаких предосторожности от попадания туда малька или креветки нету набор липучек для крепления патрубков на стенках аквариума сами патрубки это у нас идет дождевалка трубка которая ставится вдоль стенки вот ее в принципе могу достать показать вам это первая часть вешалки это у нас это у нас это у нас это у нас вход то есть забор воды это другая часть ну а это у нас выход крепится он вот таким образом вставляем его в патрубок всегда с первой попытки и собственно вот шланг по внешней стороне стенки аквариума подсоединяем выход воды распределение можно на стенку направить можно от стенки все равно поток будет не слишком сильно не будет трепать растения если это аквариум с растениями ну или создавать излишнее бурление воды не совсем ровная то есть видите вот если вам видно под углом не под 90 градусов а под таким под 80 градусов что ли вот так вот собрано собраны по трубке составлены в джебовском внешнем фильтре ну в защиту данной модели могу сказать что в личном пользовании у меня есть джебовский внешний фильтр который уже прослужил более четырех лет и как бы пока что в нем не менялась никакая запчасть то есть получается как бы достойный вариант достаточно для для китайского внешнего фильтра поэтому учитывая цену данной продукции китайского производителя можно простить некоторые огрехи в не особо качественном пластике упрощенности некоторых решений по фиксированию фильтрацию головы фильтра на фильтрационный отсек то есть есть минусы плюсы смотря вот по большому счету все что хотел отметить китайском внешнем фильтре если у вас все же остаются какие то вопросы задавайте в комментариях постараюсь ответить либо возможно в дальнейшем надо снять новые видео обзоры спасибо за внимание до новых встреч